Добрый день, уважаемый участник. Идея того, что нам нужно посмотреть на проблемы новостехнического развития СССР, заключается в том числе, что Российская Федерация сейчас точно так же стоит перед вызовами, решение которых лежит в том числе в научно-техническом развитии, потому что всем сейчас понятно, что от того, насколько у государства развита и наука, и техника, зависит его суверенитет прежде всего, потому что, опять же, события 2014 года, последующие события, то, что подтолкнуло нас к тому, что сейчас называется импортозамещение, показывает, что, несмотря на то, что мы живем в глобальном мире, но импорт и экспорт технологий не являются свободным. То есть, то государство, которое не в состоянии создавать технологии самостоятельно, особенно в стратегических областях, оно всегда будет зависимо от других, и в любой момент его могут перекрыть не только кислород, но и все остальное. СССР в своей истории столкнулся с очень похожими вызовами. Я обращаюсь к периоду после Второй мировой войны, когда, с одной стороны, СССР стал бесспорно великой державой, но в этом состояли во многом его проблемы, потому что статус великой державы необходимо было поддерживать. При этом у Советского Союза была проблема, которая опять же тянулась и с предшествующего периода – это нехватка ресурсов. Вторая мировая война, в принципе, проблемы технического и экономического развития не давали возможности для того, чтобы развивать все отрасли одновременно. Но при этом период после Второй мировой войны был уже несколько другой, потому что экстенсивное развитие, то есть увеличение вкладывания ресурсов в развитие, оно уже не давало того эффекта, который был желательный, а главное, что возможности для такого развития, в общем-то, заканчивались. И необходим был прежде всего технологический рывок и развитие инновационных на тот момент отраслей. При этом у Советского Союза были все предпосылки для того, чтобы сделать этот рывок, потому что в прошлом году в докладе я постарался показать, как развивалось в том числе техническое образование. К этому моменту были накоплены кадровые ресурсы, была создана достаточно успешно функционировавшая, достаточно, я сейчас скажу, почему не максимально эффективна, модель организации науки. Были завершены очень крупные инфраструктурные проекты, была в период индустриализации создана мощнейшая тяжелая промышленность. В результате удалось создать очень мощный интеллектуальный сектор экономики за счет увеличения уровня грамотности, охвата образования и так далее. Здесь представлена такая очень обрезанная модель организации науки. Вы видите, что здесь есть две ветки, это фундаментальная и прикладная. Объединение этих ветков заключалось в работе партии, правительства, политбюро, потому что эти структуры, они, скажем так, формировали научно-технические программы, занимались трансфертом технологий между отраслями и вырабатывали общие подходы. В результате Советский Союз получил возможность решать очень крупные наукоемкие проекты. Все, естественно, знают космический проект, актомный проект, но помимо этого, к примеру, был, собственно, проект по созданию нефтегазовой инфраструктуры. Причем, что характерно, вопрос был дискуссионный. В середине 50-х годов шли дискуссии, и было две группы. Одна группа возглавлялась Кагановичем, который предлагал опираться на угольный комплекс и продолжать делать вложения именно туда, развивая его. А с другой стороны выступил Хрущев, который считал, что нужно развивать нефтегазовый комплекс. И это был проект, на мой взгляд, в общем-то, не менее мощный, чем атомный, потому что он тянул за себя целые группы отраслей промышленности, в том числе нужно же было всю инфраструктуру переводить с угля на нефтегаз. Но в результате, как мы знаем, этот переход свершился. Одни считают это благом, другие считают это, скажем так, экономической проблемой Российской Федерации, что мы в итоге оказались очень сильно зависимы от конъюнктуры нефтегазовых цен. Но, тем не менее, Советский Союз получил мощнейший экономический ресурс. Но, тем не менее, у этой модели были свои плюсы и минусы. Плюсы – это возможность концентрации на приоритетных задачах, а минусы – это проблемы обмена технологиями и достаточно серьезная оторвенность фундаментальной науки от прикладной. Это усугублялось определенными ограничениями в принципе советской модели управления. То есть промышленность и наука не были заинтересованы к активному взаимодействию. Не было заинтересованности именно на уровне управления в интенсификации труда и применении достижений науки и техники. И, в принципе, вся структура управления была больше организована под решение мобилизационных задач, то есть быстрых рывков, а не поступательного развития сразу на многих направлениях. И, в принципе, на мой взгляд, все последующее развитие Советского Союза – это попытки в той или иной степени преодолеть вот эти базовые проблемы. Одним из вариантов преодоления – это было создание над органов, которые могли бы связать воедино задачи государства, понять, какие технологии необходимо развивать в настоящий момент и увязать их с возможностями промышленности. Первый такой орган появляется еще в 1948 году, просуществовал он всего три года, а в 1955 году фактически он возобновляется, и в той или иной форме комитет по науке он существовал вплоть до 1991 года. Основными задачами этих структур было определение основных направлений развития науки и техники, планирование, а главное – организация внедрения в производство открытий, изобретений и результатов исследований. В качестве основных показателей брались количество квалификаций научно-технических специалистов, расходы, которые государство выделяло на НИОКР, использование в промышленности новых технологий, уровень оснащенности новыми технологиями, повышение производительности труда. Основной задачей это было, собственно, выделение приоритетных технологий, внедрение которых оказывало наибольшее воздействие на народное хозяйство и производство наиболее передовых изделий. Как мы знаем, действительно, в конце 50-х, в начале 60-х годов Советский Союз делает мощнейший рвок, это прежде всего полет в космос, рвок, который заставил Соединенные Штаты Америки усомниться в своем интеллектуальном превосходстве. К этому периоду, к примеру, относится приезд инженера Тимошенко, который советский эмигрант, сотрудник, если не ошибаюсь, Массачусетского университета, он приехал в СССР для того, чтобы изучать советское инженерное образование, для того, чтобы использовать этот опыт в развитии инженерного образования Соединенных Штатов. И, в общем-то, Соединенным Штатам удалось в 60-е годы тоже поднапрячься, и советское руководство стало видеть, что, несмотря на достигнутые мощнейшие успехи, Соединенные Штаты в технологическом отношении развиваются быстрее. И это привело к тому, что Советский Союз стал все больше и больше денег вкладывать в развитие науки. То есть, здесь вот видно, что с 70-х по 80-е годы, видите, происходит рвок, практически капитал вложения увеличивается в два раза, и после этого идет непрерывное увеличение, максимум капиталовложения в науку мы видим в 90-м году. Что, кстати, к сожалению, говорит о том, что объем капиталовложений сам по себе ничего не приносит. То есть, мы знаем, что как раз в этот же период проблемы экономики Советского Союза усугубляются, что в итоге привело к всем нам известным последствиям. Происходит видоизменение научных организаций. То есть, обратите внимание, при том, что общее количество организаций может быть даже снижается, количество научно-исследовательских институтов за достаточно короткий промежуток увеличивается аж на 600 организаций. То есть, за этот период создаются 600 научно-исследовательских институтов. При сокращении отдельных лабораторий, конструкторских бюро и так далее. В этот же период происходит, на слайд я не вывел, резкий рост количества ученых, то есть, людей, работающих в науке. Если в 50-е годы их было порядка 160 тысяч, в 86-м было полтора миллиона, то есть, десятикратный рост. Но, как это не удивительно, при увеличении количества капиталовложений статистика показывает, что одновременно шло общее снижение доходов людей, которые работали в науке. То есть, увеличивалось их количество, но при этом относительный рост заработной платы относительно других отраслей не происходил. И плюс, как считают многие исследователи, проблемой Советского Союза оставалось, что при вложении в физический капитал, то есть, вложение в строительство, они превосходили вложение в капитал интеллектуальный. Еще одним возможностью для РФК виделась автоматизация производства. И начиная с 23-го съезда КПСС 66-го года, показатели по автоматизации становятся одним из основных в советской экономической статистике. То есть, количество автоматизированных систем управления, они создавались практически во всех отраслях, даже в архивной, было весьма значительным. И предполагалось, что именно они способны обеспечить необходимый рывок. Помимо этого, разрабатывались комплексные программы науще-технического прогресса. Было разработано 4 крупных программы, которые должны были предшествовать пятилетним планам, то есть, пятилетние планы должны были накладываться на эти программы. Как вы видите, тоже основной целью этих программ было выявить, какие есть возможности науки и техники, выявить проблемы народного хозяйства и понять, как можно с помощью научно-технических достижений их решить. Еще одной целью было выявление самых передовых технологий, на которых необходимо сосредоточить экономические вложения. Почему в середине 70-х годов пришлось разрабатывать эти программы? Несмотря на то, что с 60-х годов идет поступательный рост внимания государства к науке. Потому что, несмотря на все усилия, руководству было видно, что по общим макроэкономическим показателям Советский Союз отстает. Вы видите, это сделано по советской статистике выкладки, падает экспорт высокотехнологического оборудования, растет экспорт нефти и газа. И наоборот, несмотря на все усилия в области развития технологии, увеличивается импорт высокотехнологического оборудования. То есть, вот тот технологический рывок, который был сделан в конце 50-х годов по развитию нефтегазового комплекса, он в итоге привел к тому, что намного выгоднее было экспортировать сырье и получаемые ресурсы, они позволяли нивелировать все те проблемы, которые появлялись в экономике. Еще одним вариантом решения вот тех базовых ограничений экономико-управленческой модели становится научно-производственное объединение. Это была попытка для того, чтобы эффективнее внедрять новые технологии, создать новые организации, в которых была бы главная научно-исследовательская структура, к ней прилагались бы производственные мощности, то есть это создавало полную цепочку наукопроизводства. Как вы видите, начиная с 70-х годов, они достаточно активно появляются в самых разных областях промышленности. Но достаточно быстро выявилась другая проблема. Вот эти научно-производственные объединения, они обладают высоким кадровым потенциалом, потому что там была выше зарплата, там были более квалифицированные кадры как ученых, так и рабочих. У них было более передовое оборудование, то есть очень качественно обустроенные предприятия. Сами по себе эти предприятия работали эффективно, но как только начинали их опыт переносить на отрасли, что, собственно, предполагалось изначально, выяснялось, что обычно отраслевые заводы просто не справляются с теми технологиями, которые им передают, потому что у них не было такого станочного парка, таких квалифицированных кадров. То есть оказалось, что эти предприятия, они оставались вещью в себе. Но сам по себе опыт оказался очень успешен, и развитием этого опыта стали межотраслевые научно-технические комплексы. То есть это создание межотраслевых, очень мощных предприятий, которые должны были ликвидировать ведомственные барьеры распространения технологий. Нужно отметить, что научно-производственные объединения и межотраслевые комплексы оказались наиболее, наверное, успешными вариантами развития научно-технического прогресса на уровне предприятия. Потому что вот здесь, к примеру, созданы 23 комплекса. Я привел специально два нефтеотдачи и микрохирургии глаза. Они существуют и в настоящее время в виде предприятий. Надо сказать, что процент выживаемости среди НПО и межотраслевых комплексов в 90-е годы оказался наивысшим. То есть это предприятия, которые эффективно работали как в советской системе, так и в рыночной системе, при этом сохранившись именно как научно-производственное объединение. Таким образом, в заключение могу сказать следующее, что действительно Советскому Союзу удалось создать мощнейший научно-производственный комплекс, который позволил поддерживать очень высокие темпы научно-технического роста. Но при этом не удалось преодолеть базовое ограничение той модели, которая была заложена еще в фактически 30-е и 40-е годы. При том, что в самом конце развития, может быть, не совсем правильное слово, на последних этапах удалось найти удачные варианты развития технологий, которые как раз были связаны с межотраслевым объединением и развитием инициативы отдельных предприятий и в определенной степени, которые через использование в том числе рыночных моделей позволяли преодолеть ограничения модели административной. Спасибо за внимание. Продолжение следует...